Вьетнам – одна из популярнейших у россиян стран для отдыха, а также работы по удаленке. Теперь, когда страна оказалась закрыта на въезд, многие оказались перед дилеммой. Туристы в расселенности не знают, как поступить лучше – остаться здесь и переждать или возвращаться домой. Некоторые местные закрывают магазины. Ношение масок на улицах и при посадке в самолет обязательно. Паника – это самое страшное. В течение этой недели полностью закроют Израиль, а все его города переведут на строгий карантин. Как рассказали нам там живущие, это не только ударило по тур-отрасли страны, но и, к примеру, многих россиян лишило работы. Я знаю многих наших земляков из Новосибирска, Кемерово, Барнеула, которые приехали в Израиль на заработки и из-за кризиса были вынуждены улететь обратно. Сами израильтяне строгие меры поддерживают. Считают, что только таким образом удается избежать самого страшного. Если бы не эти жесткие меры, то нас ожидало бы то же самое, что и итальянцев. Тем более, что по ряду факторов мы на них очень похожи и климатом, и возрастным составом населения, да и национальным поведением тоже. Все эти близкие дистанции между людьми, поцелуи и объятия по поводу и без. Остров Пхукет. Мекка российских туристов буквально опустела. Наши коллеги, журналисты Валентина Аскерова и Елена Кузовкина, улетевшие в Таиланд еще до его закрытия, делятся впечатлениями. Улицы пусты, не видно не только туристов, но и местных жителей. Еще вчера эти уличные тренажеры были открыты, а сейчас закрыты все детские площадки на пляже. В отель не пускают, пока не обработаешь руки специальным гелем, и пока тебе не измерят температуру. Высокая? 37. Нагрелась. Мне предложили отдохнуть под кондиционером. А, окей. А сейчас можете показать? 36,6 не опасно, и тем не менее по прибытии наших коллег ждет очередное экспресс-обследование и двухнедельный карантин. В Кемерово, в отличие от Барнаула, прибывших прямо из аэропорта развозят по домам на спецтранспорте. У нас же абсурд ситуации. До дома добираются либо на такси, либо на автобусе, потенциально подвергая тем самым риску людей, с которыми контактируют по пути. Илья Кочетков, День с толком.